здравствуйте с вами интернет канал максимадзе и мы продолжаем играть в gta 5 winter edition сегодня мы опять ведем дела с фрб со стивом хейнсом и дай вам нортона короче говоря нам тут по на присылали сообщений да не сомневаюсь будь ты должен знать я люблю патрицию смотрятся как нибудь разберемся наша любовь прекрасный цветок которым я вырос из всего этого дерьма а ты чё рома с ней закрутил нифига себе надеюсь ты больше к моле шульте за это и испытывали этих самых как его там блин мы давно не беседовали майкл я бы все поиспокоить о вашем душевном здоровье как насчет сеанса по телефону давайте доктор и сая фридлендер здравствуйте док это я майкл как ваши дела плохо док очень плохо понимаю за ваши прошедшие годы мы не раз обсуждали что негативные поступки вызывают негативные мысли наоборот ваша традиционная низкая самооценка в сочетании комплексы сексуального характера отчаяния поисками простых ответов и исключительным нарциссом все что приводит к тому что пока вы летаете в облаках мир расставляет капкана у вас под ногами а что случилось знаете док после ваших слов мне кажется что у меня чертовски мало что у вас плохо все да все плохо очень плохо расскажите мне поделиться значит победить я сейчас посреди пустыни от меня жена ушла и дети мы наехали на важного чувака но этого оказалось мало и еще похитили его жену теперь я живу в трейлере со своим спатьевшим другом тревер он то и делает что убивает людей знаете все идет наперекосяк вам нужно эти время для терапии майкл у вас серьезный рецидив были еще вспышки насилия майклу я потерял контроль над собой долго думал у меня дисбаланс или что-то в этом роде знаете вот сейчас я один человек а через минуту другой порой вы чувствуете что не несет ответственности за свои поступки это все отрицание похоже я не до конца себя контролирую до майкл а как насчет ваших сексуальных проблем да все в порядке меня посещали разного рода мысли да я в порядке никаких проблем всех посещать дурные мысли майкл то что вы не вас не воплотили да так что идти сейчас как бы мне лучше если все хорошо но немножко лучше терапия способна вам помочь майкл вы должны быть довольны тем чем занимаетесь то пожалуй на сегодня достаточно и да вот чё телефонные сеансы дороже обычных сами понимаете да уж не сомневаюсь но они очень эффективны надеюсь скоро вас услышу офигенно он еще и бабки снял за нас о трейси прислала сообщение блин случайно пропустил трейси я скучаю по тебе хоть ты урод а у привет как дела пишу тебе письмо очень странно прям как будто мы в девяностых электронная почта звонить я вообще я не я не хотел потому что после знаков мне всегда грустно я делаю то о чем потом жалею но тебе наверное об этом знать не нужно я по тебе скучается и кажется фабиан такой надоедливый если бы я хотел заняться в эту поехала бы в индии или еще куда и он просит чтобы я называла его папы шучу видишь у меня есть чувство юмора с пением и танцами все хорошо но я все еще злюсь на тебя за тот случай в стыде славе ты такой мать твою урод а джиме никакого толку интересно как мы с ним могли выйти из одного места на другое может мама нюхала кокс когда была беременна мною да шучу или это все правда их знает в общем все будет хорошо только не разводись с мамой это будет отстой мне больше нравится когда вы с ней орете друг на друга и ссоритесь это замечательно это меня всегда успокаивает рейс я скучаю по вам да знаю я наделал ошибок извини я изменился скажи маме что она должна дать не последний шанс я тебя люблю так интересно сломану нельзя позвонить а давайте джим позвоним можно ли это сделать папа ах ты гавнюк с маленьким я не с тобой разговариваю да они не хотят разговаривать со мной как печально до сих пор да а соломону может позвонить по моему можно если не ошибаюсь нет нельзя как печально по моему можно было нет разве короче господи торчим тут уже полчаса блин едем на кухню о мартин мартин послушайте что ты наделал что ты наделал где она она безопасности послушайте я вам все компенсируют придется не слава постараться в том самом месте где мы за тревора сражались с ацтеками стив хейнс назначил встречу здесь извините за то что так долго читал эти сообщения занимался звонками о у тебя уютненько здесь не надо так смеяться надо мной пожалуйста это это мой дом я его обустроил на свои кровные ладно остыни это обычный сарказм ну так завязывай с этим в мире так полно сарказма это чума нашего века понял да не ничего ты не понял такая же сволочь как и все разбогател немного стал говнюком мне для тебя новость я всегда был говнюком да нет раньше ты себя представлял кое-что как этот дом одна пустая оболочка да пошел ты нафиг а ты у нас что такой чистенький высокоморальный тип да ты псих и тебе все можно да я честно ясно а ты лицемер о да да ты герой хренов ты выше всех нас по крайней мере я с ней зайду чтоб тебе грудь разорвать и вместо и посмотреть что у тебя вместо сердца ну давай рви алло чём дело леди отвалите слушайте извините но у нас проблема с правительственным финансированием вы должны разведать одну лабораторию на севере штата все очень серьезно крайний биотерроризм слава богу я не плачу налоги так слушайте вам нужен стандартный набор судно тяжелый двухвинтовый вертолет грузовик оружие все это надо раздобыть один вертолет обойдется в пару лимонов ооо без проблем тройлер как раз разбогател это сарказм да натуральный сарказм придурок еще пару недель назад я спокойно себе лежал у своего бассейна и грустил вдруг ниоткуда возник мой лучший друг психобат и начал третировать за это что я сделал больше десяти лет назад мы наша маленькая банда совсем на мере но ничего давайте купим угленный вертолет за два сраных миллиона чтобы я мог украсть у долбанных террористов нервополитический газ так что извини кретин безмозглый но остается только сарказм сарказм и вы еще мудаки тут федеральные да да вот он старый добрый майкл рад тебя видеть да 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 в общем нам пора это было здорово но дэйв у дэйва еще дела остались запомните леди и впудывайте нас ваше дело пока пока опять и чё делать теперь ладно я позвоню лестеру он хотел что-то там рассказать передай ему что мы едем в полято бэй поехали отвезешь нас банк да чтобы у нас таких огромных денег нет придется опять грабить что да на этот раз перейдем к банкам что ты дверь то не закрыл далеко ехать о блин далеко я позвоню лестеру что там еще у нас проблемы с финансированием и нам нужна работа до ювелирного ты говорил что какой то есть банк в пустыне встретимся там по лето бэй да ладно поеду на автобусе да если там встретимся там пожалуй я это обрежу чтобы долго не было так приехали это еще не совсем балет табэй но автобус останавливается здесь из устанавливаться сюда долго добираться так что придется ждать время спустя где-то час эй слышь хватит уже а чё я тебе пальцы сейчас сломаюсь если ты не перестанешь так делать да пожалуйста ну хоть какое то развлечение о наконец-то привет добро пожаловать в рай о пошли машина там суховаты здесь не волнуйся майкл обеспечить те улажняющие процедуры поехали можно начинать суховаты да тут холодиль на ну поехали в банк посмотрим его подъезжаем главного хода осмотрим там все если бумаги не врут то там сигнализация древние надо провернуть все как раньше чем местная полиция при вот он тот самый банк небольшой но довольно хорошие бабки держит это вход банк ничего особенного теперь объедем кругом так вот здесь сигнализация должна быть наверное не идеально обзлом системы мы потратим больше чем получим за это дело значит придется искать новое не 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 ничего другого нет какие у нас варианты идея тупая но мы можем включить сигнализацию и посмотреть что будет тупая идея слышу что он сказал давай стреляй в эту фиговину ладно дайте пистолет какой-нибудь попроще так я прихватил полицейский сканер остановись у заправки напротив банка посмотрим о чем говорят копы это полицейская частота палетта бэй код вызова 13а сбери гательном округе блэйн сработала сигнализация все патрульные экипажи 3 6 9 1 одна машина будет на месте через несколько секунд 4 машины они выдвинули 4 машины через 60 секунд плюс подкрепление даже не 13b и не перестрелка прямо беда что у нас со временем 40 секунд это служба безопасности палет это служба безопасности палет есть новость о погоде 13а подкрепление готово выехать о блин это ненормально реакция не пропорциональна в этом округе вся полиция купленная их маленькой копилочке сработала сигнализация это они что у них там со временем 67 секунд 4 машины плохие копы охраняют грязные деньги да какая разница мы все равно возьмем этот банк так посмотрим нет ли слабых мест в системе полиции диспетчер это палетто 3 у нас код 12 сложная тревога возможно кто то случайно или нарочно включил сигнализацию вас слышу мы поставим заслоны на шоссе great ocean осмотр машины проверка документов заслоны осмотр да пошло оно все нахрен я не хочу тут сидеть кресло качалка или нет мы все равно будем быстрее тебя гоняться с копами я не собираюсь нам пора мы уходим если обгоним тревора то убегать от кого будет он нет уж этого не произойдет доберемся быстрее мотоцикл точно быстрее короче говоря копов очень много понаехала сразу же когда сработала сигнализация а это означает это означает что надо подготовиться как можно сильнее к этому делу броню раздобыть оружие крутой раздобыть и все такое мини ганут идеально подойдет и какую броню потяжелее они с майкл следствием тоже едут немедленно но мы постараемся побыстрее но я их вижу блин быстро едут еще аккуратно ехать но я их вижу блин быстро едут блин обожаю туннели жалко вот у нас жалко вот у меня в городе их нету но как и есть такой вот мини туннельчик где-то метров пять но вот таких вот как больших нету как как печально о осторожно блин блин нифига себе это как так было вообще короче решил второй раз поехать за майклом тревер что-то там вообще сильно отстал от нас их знает где ну вот мы и приехали пораньше чем хозяин поместья он по жизни тормозной что-то так долго о да че то так долго я размещу всю информацию здесь майкл приятель у тебя сахар я тебя принесу что-то поесть ты ведь гость я не хочу чтобы ты голодал и грустил значит ты будешь принимать неверные решения слушай я всю жизнь принимаю неверные решения и поэтому я здесь готова живи на здоровье боже мой это что такое вообще а что тебе не нравится это это просто прям человеческое нечеловеческое после той заварушки на заправке господа хочу вас познакомить с планом наконец-то не хочу тут задерживаться надолго так полагаю наш маленький эксперимент показал что копы приедут так быстро что с ними встречи избежать никак придется разобраться с ними с грязными копами разобраться? и как же интересно вам надо будет подготовиться тут неподалеку регулярно проходят армейские конвои в порт Закунда я предлагаю угнать один из них и использовать его груз против местных копов предоставлю вам точные сведения о грузе в любом случае долго торчать у банка не придется полета бэй это залив где в квартале от вас практически будет ждать вас в лодке не знаю это не идеальный план но на мой взгляд единственный способ сорвать кушь и выполнить заказ для ваших друзей с фрб нам понадобятся люди только стрелок с ним вы будете заниматься кубами поэтому советую подобрать хорошего стрелка подумай о моем приятеле шефе верту вас своего дела нет в этот раз в следующий раз как-нибудь шефа возьмем в этот раз мы возьмем Макрири он отлично проявил себя в ювелирном магазине уверен да уверен вот так вот я соберу снаряжение Майкл ты свяжись с Франклином Трайвер ты знаешь что делать да так точно я позвоню вам когда вы будете готовы приступить хочешь здесь заночивать будет тесновато но знаешь я переночу в мотеле спасибо ладно я тебя отвезу туда точно какая вкусная и полезная еда я просто поражаюсь зачем ты этого поел я тебя удивляюсь вообще так короче надо конвой угнать Франклин братуха как сам тут тебя какие-то деревенщины искали злые были как черти я узнал где они остановились и проследил за ней о это наверное братьев Нил точнее то что от них осталось я заскочу за Майклом скоро будем Ти подожди Трайвер Трайвер Мартин знаете я тут подумал и решил что не готов принять ваши извинения где моя жена Патриция не желает с вами разговаривать и честно говоря я тоже я тебя найду ну ладно а я пошел варить кофе до встречи я тебя пойду привет джимми это папа если ты слышишь то позвони не пожалуйста и маме тоже скажи ладно и 3 пожалуйста ой баба плохо себя вел пожалуйста сынок очень хуй ты чувствуешь такое как офигенно смотри что я думаю эта страна создана бензином для бензина так что я таким образом проявляю патриотизм дешево и сердито бензин нет ух простите денис м господи майк хочешь пиво о без углеводов то нету его да пошел ты нахрен так куда вы дружком направлялись когда вышли а тебе то что ничего беседа поддерживаю но я был занят ставил кое-кого на место вот он значит этот клоун не только валяет дурака ценными днями он еще убивает кого попало знаешь я люблю жизнь а ты тут страдаешь делает от себя более менее человече глубине души ты веришь во всякое дерьмо и деревенские заболочки и так далее ты своей дерьмовой уличной философии достиг идеального баланса баланса ты на 10 лет на солнце пролежал у тебя мозги расплавились ты произнес слова в которых смысла нет что значит баланса я только убиваю по выходным по понедельникам и средам я занимаюсь йогой медитирую по вторникам и четвергам снимаю женщины и так далее ты называешь меня ублюдком да поздравление с собой я более нормально о нормальный 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 конечно я настолько нормально что могу открыть психическую эту может хватит себя вести как мудак ладно я постараюсь твоя откровенность мне по душе я я говорил с франклина почему в отличие от тебя он течет какую корешу хрену и ему не впадло прийти на помощь да ты обеспечил нам надежное укрытие здесь позвонил в лес пригласил нашего собеседника заглянуть сюда да ты весь своем репертуаре как всегда блин ты даже не спросил в чем там дело ты сразу только подумал о себе ты прав так и было прошу прощения так не пойдет я ухожу и могу умереть надеюсь ты счастлив и я пойду с тобой нет мнение я пойду хотя бы из этой мусорной свалки выберусь еще как пойду куда же мы едем а деревенщин униловцев блин дышишь такое что ты поручил франклину он следит там кое за кем если он вернулся в сэнди шорс то почему я об этом не знаю блин нас запалили только вы их не упустишь сейчас нет чоп сейчас не время их многовато эй чувак мы с топом едем преследуем этих уродов мы севера чумашки так ясно значит братья нил едут к нам так и есть они уже собрались вольнут по твоей квартирке из гранатомеры то есть соседи объяснил им ладно если ты сейчас на западном ссс значит проведешь нас через коню аратом мы с майклом позаимствуем у компании вертолеты нагоним его там у тебя вертолет списанное имущество я тут пытаюсь лепешку не разбить мы догоним тебя на вертолете и переходим поубиваем этих козлов только побыстрее они тут на полную гонят нам до вертолета 5 минут остановить время чтобы в часах оставалось то просто сейчас сколько там время будет 21 и будет будет олень и будет ночь нереалистичного придется наверное время отмотать час конец гелендвагену да так давайте это сделаем от отмотаем на три часа время вперед стоп это можно было и не делать нифига себе аглан фиксер перемотали время пофигу вообще тревор тут на дорогу выскочил олень эти чуваки разбились разбились насмерть нет они слиняли в леса мне нужна сейчас же поддержка с воздуха можно было время и не перематывать она нормального или пустыне в городе нет обеспечен да ты прям такой деловой вообще ну да для меня это как бы важно эти ребята меня не любят и знают что мы вернулись сэнди шорс так что вот и вертолет не забывай он не мой а компанией слушай почему эти ребята унил и хотят тебя гроб меня намечалась сделка финальный контракт серьезное международное дело и они у меня украли погоди если они обокрали тебя то почему хотят убить то ну чё ты пристал хоть бы раз меня поддержал видишь я с тобой лечу да то есть у свое сердце ты не вкладываешь в дело мне еще повезло что не вложил сердце какой-нибудь твой пирог опять сарказм какой же ты нытих а но пианики тревер очень ли но прости меня что я человек у меня есть эмоции и чувства погоди ка я помню этот вертолет мы же на нем брали управление ай-эй-эй ты его спер у фрб не совсем я забрал его за не плату тут лежала винтовка с отбилкой оптику так что будет лучше cvr мы прорывались на этом же вы вторете тут тут есть очень классный винтовка внутри эй мы тут под вами деревенщины в лесу где-то оружие оснащено тепловизорным прицелом надо искать тепловые следы я вот помню что один из них был у реки а пытаются уплыть убили одного а вот такие следующие не помню но это франклин это франклин скорее всего ну тут аллеи не кругом я что-то смотрю блин людей нету что вот еще один видно что в майке еще один только бедняга остался где-то ой это еще что такое а он спрятался за камнем я попасть не смогу него давай чок действуй найди его франклин по нам сейчас опять влупят мы справимся раз ты поплыл то и мне тоже придется похода а какая холодная водичка же здесь а а вон стреляют оттуда откуда же у него гранатомет блин а это конец у него я тебе уверяю сейчас только по тебе выстрелю и будет офигенно а это я связь заберу стой там мы сейчас спустимся и заберем тебе козел нафиг о наш вертолет то выдержал кстати или они не попали я не помню деревенщину с гранатометами мы отправили на покой больше твоей смерти надеюсь никто не желает ну да еще банда байкеров и китайцы и людям мадрассы ну это пофиг тебя тут все любят наверное все на борт ладно возвращаемся назад ты же знаешь что это аэродром мой да да аэродром ты позволите можешь а вот съехать из своей жестяной хибары нет парни вы как по крайней мере мы живы я неплохо там поработал внизу я его должен благодарить это он мне помог спасибо франкл все офигенно тебе спасибо чёп эй ты собираешься все таки рассказать нам что мы тут делали а ты говорил что эти ребята тебя обокрали но почему они тебя хотят убить ладно разве я не рассказал что случилось после того как сперли контракт я приехал к ним на фирму и поубивал там почти все и взорвал кучу народу да мы кокнули алл вода уолтона и вина когда я взорвал ту фирму я прикончил эрни эрла дейл до его триллер дельтона дон и кого там еще и вот они мне в стиле не будем забывать что правда на моей стороне да это уж точно на твоих а стопудово так долетели садимся здесь приятно да выручать приятеля давай чё а да строить деревенским наркодилерам всю жизнь мечтал такую ерунду слушай трав давай я высушу тебя на обратном пути увидимся у меня майк да спасибо что предупредил блин теперь надо заняться ограблением надо перехватить конвой только мне должны сообщить сначала об этом ну ладно подождем когда появится сообщение так садимся в машину вот оно сообщение я все почти подготовил осталось достать военное снаряжение сейчас у нас цель конвой ага сейчас мы его раздобудем ехать довольно далеко поэтому так они где-то здесь они по моему остановились а может и не остановились так сейчас придется пострелять где у нас что-нибудь помощнее вот бронебойный пистолет тут подошел бы больше всех потому что вот сейчас мы начнем их атаковать и они будут довольно мощным оружием у нас стрелять а эй блин бомбы липучки использовать нельзя нельзя уничтожить это оборудование ни в коем случае о ей прячется там скотина сдохни на так еще один военный еще несколько военных там блин дебил куда ж ты врезаешься а ну куда ж ты ешь но как так можно вообще ехать ты на дорогу то смотри да ну вообще водители ненормальные стали тут я смотрю ух наконец-то закончились скотин ждем когда оружие восстановится ой это не оружие здоровье может снайперскую лучше было использовать чем вот этот кровь почему-то кстати не видно на снегу но приехали пара можно уже начинать ограбление принципе парень в принципе не задеть бы еще бы вот этот баг ух долгий выпуск получается все получилось наконец для старт приклестер мы разобрались мы раздобыли военное оборудование она рядом с моим офисом так время пришло жду вас в лаборатории это же не ошибка это твой очередной провал вот что это такое сначала ты меня не послушал и взял заложницу а потом закрутил с ней какой-то бредовый школьный роман у тебя что крыша вообще поехала на 60-летний домохозяйка да нет и 57 и она считает что я зрелый мужчина нет вот чете скажу за 30 лет брака с самым злобным в мире бандитом любая сойдет с ума ты только усложняешь мне жизнь о какой сюрприз так и знал что опять разговор пойдет о тебе я скучаю по семье о да не гонит раньше они вообще те нафиг были не нужны а теперь их нет и ты поскучаешь по ним просто офигенно знаешь что самое офигенное эй хорош уж наконец еще в меня втянете в это меня втравили свои бредовые истории если я ждал что ждет в нем вранье и базары как это было здорово да я бы сидел в лос-сантосе дальше привет фрэнклин здорово ладно короче расклад такой едем в палетта бэй делаем свое дело есть вопросы замечания есть я скучаю по бреду если бы этот псих сейчас был бы с нами ему понравилось такое дело вместо этого он сейчас жарит белых воротничков федеральной тюрьме спасибо ценное замечание еще кто-нибудь а мне что делать ты будешь ждать хурики поможешь им скрыться отлично эти трое заходят банк забирают деньги встречаются с тобой вы вместе все уезжает ну вот у всех работа есть отлично погнали сколько времени часах хорошо офигенный фургон я обожаю такой фургон серьезно мне больше черный нравится но это тоже мне нравится когда-нибудь банки брал франк мой друг ламар один раз брал я тогда у него водила и был все было почти как сейчас молодец брат сколько же вы там взяли да фиг его знает я даже не помню уже ладно все помнят свое дело ты чё я нет майкл братан а ты когда взял свой первый банк 1988 на окраине карса сидя грабили мелкую сеть на 10 штук раньше было проще о офигеть 25 лет прошло ничего себе ты шестерка ты когда супер ты как супер банк брал знаете что моё первое дело не такое уж интересное кажется я тогда учился в школе брат ходил на дела я стоил на стрелке вот что интересно мое самое крупное дело банк liberty сидя о я слышал ты тогда был в банде которая его взяла я командовал той банты в ней был мой брат дэрик успокой господи его душу мой дружбан майкл господи его душу еще один пацан и не кабелек наверное он тоже помер да ладно чё прямо все умерли я знал только одно я выжил выходили мой дружбан майкл ловит пулю я валю героя который пострелял потом мы хранилище обороны копы в банке и на улице ничего себе мы все шли и стреляли шли дальше стреляли выбирали с метро и наши тачки были на месте не зря вы взяли по ходу это дело ну сынок твоя очередь я сказал я не помню подробностей тревер отстань от него майкл это очень важный момент мы идем наверно смерть ртаймс издеваем друг другу душу этот парень сидит слушайте ничем не делится эй раз он не помнит если он не помнит моя жизнь в руках того человека он даже не хочет рассказать мне о своем первом деле а ты может сам что-нибудь расскажешь ты ничего вот еще не рассказал а я факты подтверждю про ту контору где чеки обналичиваются я зашел взял 8 кусков и вышел на самом деле было немного по-другому до 3 я знал того парни может он меня познал может ты отсидел полгода а может и вышел через четыре месяца дети вот вам урок не оставляйте свидетелей нет дети нельзя грабить знакомых практик давай твоя очередь давай парень вряд ли твоя история хуже чем у трэва ладно мы взяли типа два куска два куска на первом деле но неплохо братан на всех было два куска мне вот ничего не досталось только сработал пакетик с краской деньги никуда вообще не годит пакетик с краской ну ты и салага что я вам еще рассказывал а эй франк с этого все и начинают я в последний раз тебе что-то рассказываю ну чё ты такой злой научись смеяться над собой иначе превратишься вот в него кого в меня да да тебя не смеешься не тисуешься работа отдельно жизнь отдельно и они никогда не пересекаются мы рискуем собственную скурить то должны быть друг другу как родные что скажешь поделись красный по киеву твои чувства юмора бля как мы приехали все это был там не патрик упомянул никобелек главных героев это мне нравится что же вот здесь мы тебя франклин высадить будешь у реки ждать знаешь где должен у меня все записано я принесу пакет из краски специально для тебя к и все так сейчас у нас военное снаряжение есть его в туалет бы еще сходить а а еще из полиции ты чё идешь ты не очень надо по большому нет некогда время срать готовы пошли ну вперед всем лежать если вы не акционеры банка то вам ничего не грозит сегодня решается ваша судьба господа мои друзья все на пол живо давайте быстро ты давай марш из-за стойки и руки вверх майкл приглядывай за нашим преданным сотрудником ладно если ты отвечаешь за посетителей кого прибудут с минуты на минуту так что давай быстрее дверь держится на соплях выбии а вот и копы куш набивается а встречу этого парня который включил сигнализацию пристелю на если не увижу его первым эй назад у нас заложники о блин скажите шерифу что код 211 подтвержден высылайте все что у нас есть да блин лежите тут шериф уже здесь такой скорости можно позавидовать заходим действовать по инструкции вам известно что вы окружены экспорта аэропорта никто вам не предоставит не насрать сдадутся они или нет я их перестреляю так что освободите заложников и мы поговорим как цивилизованные люди пора отвечать за свои дела вот твою за ногу а сдохните все это самая лучшая пушка из всех что тут вообще и есть о как но коп я просто охреневаю сколько их тут много а это оружие миниган меня просто меня просто забавляет много и сажай птичку о вертолет ого ничего себе взрыв какой сейчас мощный еще один вертолет кто-то из вас выстрелил что-то быстрее 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 блин нифига как заправка взорвалась вообще офиге копе залива залива в заливе копы там не удастся пройти слышали парни обход по воде отменяется блин 8 лямов уж по маленькую начинает падать надо снизить и заборка всем чертям лоба им ломаем барьеры в приносном смысле на самом деле в прямом вам отсюда не уйти кто вам такое сказал мы уйдем обязательно до вас всех перестреляем какая хорошая броня несмотря на то что они по нам стреляют по ощущению урон не наносит почти вы окружены да ну мы окружены но мы отсюда выберемся это точно ой чуть по своим не попадают да блин о двухвинтовый вертолет лучше бы вы его захватили чем добывались 2 миллиона так нам сюда бегите не знаю что ты сделаешь что ты мне мешаешь они армию подняли блин файби и мэри уэзер все здесь такой брони они меня не убьют ни за что это самое вообще дикое ограбление вот военных куча но я их не вижу а нет только немного были нифига себе четыре речь с офиге ох танк ничего себе с танком мы точно не справимся может взорвать вертолеты фиг с ним блин ну вы дров наломали конечно сейчас прикроемся вот этим ковшом чтобы нас всяком случае было труднее убить я пока живой еду ну хорош перезаряжать быстрее давай да блин четыре звезды ну офигенно нету с другой стороны повезло 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 блин а какие очистки стрелю я не могу никак не могу вот если так войдет по нам то все это хана придет полная сюда ковш давайте молодчина давай сюда быстрее ой 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 вот так придется повилять немного так по нам точно попадет да еще бы не застревать эту еще один танк ну это вообще жесть просто жесть я просто охреневаю вот так на фабрику заедем сейчас сделаем передышку здесь так франклина прикрывать нужно играть за него не рекомендую в этом хааа курицы блять играть в этом задании не рекомендую за него так вот тут лучше за тревора играть потому что у него миниган есть он же он что кончился уже что да ты угораешь надо мной но за франклина вообще не рекомендую сыграть потому что у него нет брони такой же и оль его очень он погибнет может очень легко играть за майкл или тревора блин военных дохрена 4 так вот там станция есть можно на поезд сесть и свалить на поезде так ну почти 8 миллионов но было побольше но мы потеряли немножко блин поезд уехал придется новую ждать отбиваться от них как их там пытается задержать у нас будет шанс дождаться еще одного поезда ирландец нам дал шанс стреляем по ним пока не приедет мне меня уже убили почти надо защищать треворы блин где еще они вот он поезд быстрее прыгаем оооо наконец то вперед вперед тихо 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 я свой аген санчез наш продажный человечек из фрв будь осторожней ладно приятель они тут обыскивают поезда в поисках нелегалов и могут по ошибке тебя грохнуть очень круто я бы на твоем месте бы не надеялся что хейнс и нортон тебе помогут я бы на твоем тоже это все деньги да это все окей вот ваша доля учитывая нынешнее финансовое положение государственных служащих это будет выгодно о да пипец как выгодно до ужаса на этом все агент хейнс выйдет на связь когда начнется операция спасаем мир подготовьтесь к этому скоты жадные ладно нам лучше разойтись думаю они ищут группу трех парней сколько крови нам еще придется пролить ради безопасности страны идем франклин я позвоню тебе колешь отлично ремни ограбление состоялось да давайте посмотрим что у нас тут за результат добыча восемь миллионов потерь из них потеряно шестьдесят восемь тысяч доля файби что забрал андрес санчес шесть миллионов то есть большая часть а каждому из главных героев достал досталось по четыреста сорок две почти по четыреста сорок три тысячи баксов блин сколько паки досталось я не помню и лестеру но вы это но вы узнаете потому что вы это можете поставить на паузу и посмотреть и ладно на этом мы заканчиваем эту серию фух какая она долгая получилось а на этом все с вас так вас подписаться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой второй канал и на группу вконтакте всем пока и